Классическая музыка Здесь играют ученики и педагоги школы. Здесь акустикой, здесь можно играть без микрофона, петь без микрофона. В общем-то, просто здорово. Ремонт потрясающий. Не раз уже художники и музыканты говорили, что здесь всегда царит творческая атмосфера. И такой, знаете, добрый исторический дух. Я очень рада, что музей – та площадка, где всем хорошо – художникам, музыкантам, артистам, театрам. Музыкальная школа и музей – давние друзья. Музыканты неоднократно играли здесь и раньше, когда еще не было такой акустики. В частности, школа – постоянный участник программ «Ночи искусств» или «Ночи музеев». Щелковская детская музыкальная школа под руководством Алексея Шмелева имеет такую репутацию и авторитет, что, кажется, с первых нот ее ученики играют как настоящие профессионалы. Но нет, это огромный труд, который лишь с годами усердных занятий приводит к победам на конкурсах, наградам и признаниям. Чтобы воспитывать лучших, преподавателям музыкальной школы и самим нужно быть лучшими. Показывать ученикам пример виртуозного владения инструментом, репетировать, выступать и дарить искусству публике. И они это с удовольствием делают. Педагогам блестяще удаются и Моцарт с Щелковским, и Александра Пахмутова. Концерт был заявлен под названием «От барокко до року». Последнего, однако, не случилось. Коррективы в программу внесла пандемия. Поэтому вместо «Арии» и «Машины времени» всех объединяющая песня Олега Митяева. «Качнется уродь неба, Большое звездо снежный, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» Могли бы поиграть еще ребята, но как бы вот что было, то было. В общем-то, собрали очень аккуратный концерт. Я считаю, что это надо продолжить. Этот концерт открыл программу мероприятий, посвященных 55-летию Щелковского историко-краеведческого музея, которые будут отмечать осенью. Очень приятно, что в очереду празднования 55-летия музея, которые будут весь год, мы так решили, что будут практически каждый месяц какие-то интересные такие события, посвященные этому юбилею. Мы начинаем вот с музыкальной школы, с их концерта. Ну а что рок-музыка сегодня в музее не прозвучала, так это хороший повод организовать в стенах музея еще один или даже не один концерт. Ирина Микеда, Щелковское телевидение. Спасибо. 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 Спасибо.